Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! С вами портал экзегет.ру и священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского государственного педагогического университета и Ярославской духовной семинарии. Мы продолжаем наше знакомство с мудрецом-нигилистом-экклезиастом и перед нами вторая глава. В конце первой Соломон описал принятие решения познать, то есть принять опыт исследовать пути мудрости и глупости. Вторая глава рассказывает, что из этого вышло. «Сказал я в сердце моем, дай испытаю я тебя весельем и насладись добром, но и это суета. О смехе сказал я глупость, а о веселье что оно делает?» Вопрос смеха системно не рассматривается в Библии. В общем-то это неудивительно, так как человеческими эмоциями эта книга преисполнена во всей полноте их палитры. Ни в одной из них писание не отказывает человеку, но в зависимости от ситуации оценивает их крайне различно. Необходимо отметить, что не параллельны друг другу такие явления, как смех и радость. Так, например, Бог многократно радуется и полнота радости перед лицом его, говорит Псалтырь. И совершенная радость человека от соучастия в жизни Бога. Потому и пришествие Христа в мир ведет к совершенной радости верующих, говорит Евангелие Таанна. Смех – одно из выражений радости, тогда он благ. Но он же может выражать и целый ряд негативных внутренних переживаний. Пример того, как одна и та же ситуация вызывает разные варианты смеха – обещание рождения сына Авраама и Сари. Услышав обетование о рождении ребенка, преисполненный радостью и благодарностью к Творцу, Авраам благодарит Бога и в этой хвале слышен смех. И пал Авраам на лицо свое, и рассмеялся и сказал сам в себе, неужели от столетнего будет сын? 17 глава книги Бытия. Но услышав у шатра Авраамова при приходе трех путников ту же весть, Сара внутренне усмехнулась. И в этой усмешке, возможно, даже не тронувшей ее губ, сказалась не радость, а скепсис. Сара внутренне рассмеялась, сказав, «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение?» 18 глава Бытия. И этот скепсис отмечен и не приветствуем Богом. «В Новом Завете радость и смех обещаны притесняемым в свете Нового Дня Вечности. Блаженны плачущие ныне, ибо вы смеетесь», говорит Христос в Евангелии от Луки. Смех, о котором говорит Соломон, характеризуется термином «меголаль». И в зависимости от того, к какому корню восходит это слово, толкователи оценивают его значение и, соответственно, смысл и повод к смеху, о которых говорит автор. Смех может быть безумен, если производить определение смеха от «галелут» – необузданность. Тогда речь идет не о смехе как таковом, но о безудержном кураже, потере внутренних берегов. Но может идти речь и о смехе разбавленном, происходящем от «могуль» – разбавленной. То есть не чистая радость, чистая радость недоступна в здешнем мире, а это радость, перемешанная со скорбью и страданием. То есть Соломон, как перфекционист, может отказываться от неполной радости, которая, как и смех, разбавлена, то есть оканчивается скорбью. При этом Талмуд читает слово «меголаль» как «прославленный» от «галль» – «хвалебная песнь». Таким образом, мы получаем абсолютно противоположный смысл. Смех не безумен, а прославлен. Но это не в контексте данного отрывка, где сказано, что веселье тщета и в радости нет прока. Таким образом, мы с необходимостью останавливаемся на одном из ранее предложенных вариантов. Смех либо безумен, то есть необуздан, либо разбавлен, то есть неполон. Что же христианские толкователи? Григорий Низкий в комментарии на данный стих не преклонен. Смех с его точки зрения есть не слово и не дело какое-либо, но непристойное разверзание телес, то есть не более чем бессмысленное раздевание рта. Святитель Василий Великий мягче оценивает положительные эмоции, указывая, как он говорит, что душевную радость изъявить светлой улыбкой непротивно приличию, ссылаясь на книгу Притч, 15 глава, 13 стих. Веселое сердце делает лицо веселым. Но он является противником ярко проявленного смеха, приводя в пример заповеди блаженств по Луке, где Христос говорит о смеющихся ныне, которые восплачут. Здесь мы можем увидеть параллель между мыслью Спасителя и израильских законоучителей в том, что истинный и полновесный смех – это удел будущего века, где он не будет омрачен никаким страданиям. Учтем, конечно же, что тот же святитель Василий пишет данные рекомендации в книге, называемой «Пространные аскетические правила», то есть предназначает их для монашеской жизни. Слушающий, да уразумеет. Здесь же святитель приводит и мысль, великолепно обыгранную позже Умберто Эко в имени Розы, о том, что Христос не смеялся. В наших последующих лекциях мы вернемся к данной теме и рассмотрим ее подробнее. «Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое, и между тем, как сердце мое руководилось мудростью, придержаться и глупости, доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни своей». Экклезиаст 2.3 Соломон принимает решение пуститься по пути гедонизма, полностью понимая его противоположность пути мудрости и созерцания. То есть он уже имеет мудрость и понимает, каков ее плод. Но для чистоты эксперимента он желает приобщиться и к другому типу жизни. Нужно отметить, что такого типа логика опробовать все на себе провально от библейских примеров Адама и Евы до нашей собственной жизни. О горести пути мудреца уже было сказано выше, почему многое мудрость рождает скорбь. Поэтому автор пытается, укоренив сердце в мудрости, разбавить жизнь простыми удовольствиями и увидеть, какой путь предпочтительнее ввиду конечности человеческой жизни. И более того, не только конечности, но и быстротечности ее. Далее Соломон делится своими успехами и достижениями на этом пути. И нужно заметить, это совсем не то, что мы сейчас бы осмыслили как услождение, или уж тем более как путь глупости или веселья. Скорее здесь идет речь о созидающем труде. Он говорит «Я предпринял большие дела, построил себе дома, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи и насадил в них всякие плодовитые деревья, сделал себе водоемы для орошения из них рощей, произращающих деревья, приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня. Также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме. Собрал себе серебра и золото и драгоценностей от царей и областей, завел у себя певцов и певиц и услаждение сынов человеческих разные музыкальные орудия. И сделался я великим и богатым больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме. И мудрость моя прибыла со мною. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моею долей от всех трудов моих. Созидательные труды Соломона прославлены в веках и овеяны тысячами легенд и мифов. Они казались столь великими как для современников, так и для потомков, так что впоследствии возникли легенды, в которых описано, как Соломон, например, подчинил себе духов тьмы, и они помогали ему в строительстве дома для Господа и дома царского. О том, что, например, на Сионе нашел он жилы всех земель, расходящихся оттуда, как из центра мира, потому на самом деле и сады его производили всевозможные фрукты и овощи, будучи посаженными на соприродных себе землях. Но не беря в расчет эти поздние легенды, можно процитировать самую известную гостью Соломона, царицу Савскую, сказавшую «Верно то, что я слышала в земле моей о делах твоих и о мудрости твоей, но я не верила словам о них, доколе не пришла и не увидела глазами своими. И вот мне и в половину не сказано о множестве мудрости твоей. Ты превосходишь молву, какую я слышала. Блаженны люди твои, и блаженны сии слуги твои, всегда предстоящие перед тобою и слышащие мудрость твою». Стоит отметить, что такого могущества и такой площади государство Израиля после царствования Соломона более никогда не достигало. Итак, Соломон велик, богат и мудр. И последний пункт, самый важный. Именно благодаря тому, что мудрость моя была со мною, и удались все эти начинания. Простого гидонистического настроя для этого, конечно, недостаточно. Святые отцы указывают, что из перечисленных трудов одни могут почитаться как естественные и благословенные, ну, как, например, насаждение садов и ирригация, орошение. Об этом говорит святитель Амросинь, что согласуется, в общем-то, с благою заповедью о труде, данной людям до грехопадения. «Взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его», говорит вторая глава книги Бытия. «Созидающий труд благословен Богом». Но другие труды, а точнее тип обладания человека человеком, есть великое зло, и говорят об этом не только деятели эпохи борьбы с апартеидом, а и о некоторых из отцов, живших в период расцвета рабовладельческого строя в позднюю античность. Святитель Григорий Низский говорит, «Что из перечисленного, дорогой ли дом, красота ли садов, показывает кичливость? Сколько имеет ее в себе тот, кто, будучи человеком, почитает себя владыку единоплеменников?» Экклезиаст говорит, «Приобрел себе слуг и служанок? Какое высокомерие! Кто своим достоянием делает достояние Божие, роду своему уделяя власть почитаться господином мужей и жен, тот приступает в гордыне само естество, смотря на себя, как на нечто отличное от подчиняющихся ему? Разве забыл ты пределы власти, что начальство твое ограничено надзором над бессловесными? «Я глянулся и на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их, и вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем». Стих вводит нас в большое размышление о ценности трудов как пути деятельного и мудрости как пути созерцательного. Эти размышления предваряются выводом, пути эти суетны. Почему, расскажут следующие размышления. Итак, первый фрагмент размышления о ценности мудрости. «И обратился я, чтобы взглянуть на мудрость и безумие, и глупость, ибо что может сделать человек после царя сверх того, что уже сделано? И увидел я, что преимущество мудрости перед глупостью такое же, как преимущество света перед тьмою. У мудрого глаза его в голове его, а глупый ходит во тьме. Но узнал я, что одна участь постигает их всех. И сказал я в сердце моем, и меня постигнет та же участь, как и глупого, к чему же я сделался очень мудрым. И сказал я в сердце моем, что и это суета, потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого. В грядущие дни все будет забыто. И увы, мудрый умирает наравне с глупым. Большой блок рассматривает вопрос мудрости. Нужно отметить, что к ряду тем экклезиаст будет возвращаться регулярно. И сравнение мудрости и глупости это одна из них. Итак, с одной стороны, Соломон признает, разница между мудростью и глупостью такова же, как между светом и тьмой. Мудрость подобна свету. Она позволяет видеть истинный облик всякой вещи, то есть содействует и способствует правде. В свете мудрости правде живется проще всего, так как все пронизано светом и все видно так, как есть, без спеленной ниоднозначности или сомнения. Глупость же, по аналогии, подобна тьме, скрывающей истинную суть вещей, скрадывающей очертания, почему при глупости не может выдвориться правда. «Глаза в голове у мудреца», то есть «глаза на своем месте» это аффемизм, подобное выражению «руки с плеч», то есть «там, где и положено». И пользуется он ими соответственно, то есть смотрит как на начало дела, так и на его конец, говорится в Кахеле Траба. В рамках традиционного рассуждения о сущем и несущем святитель Григорий Низкий рассуждает и о разнице между мудрым и глупым. Этим примером, то есть параллелью между мудростью и светом и глупостью и тьмой, экклезиаст показывает, что порочность не существует сама по себе, но составляется лишением добра. Умопредставляемое же противоположным доброму не по своей природе существует. И порочность есть лишение сущего, а не бытие. Поэтому разница как между светом и тьмою, так между мудростью и безумием одинакова, говорит святитель. Однако есть одно но, которое с точки зрения Соломона обесценивает все различия и достижения. Это но смерть. Это регулярный рефрен всей книги. Все поверяется именно ею, смертью. Мудрость тщетна не сама по себе, то есть Соломон все-таки не крайний нигилист, подвергающий сомнению всякую первооснову мира и социума. Отнюдь. Скорее он отец экзистенциализма, и перед лицом его опыт смерти дениминирует всякое человеческое начинание. Потому он и заявляет об отсутствии разницы между глупцом и мудрецом, и более того, скорее даже о преимуществе глупца, которому этот экзистенциальный ужас просто неведом, ввиду включенности его в обычное витальное сейчас. Оттого и сокрушение автора, к чему же я сделался очень мудрым. Также важная для автора тема в вопросе оценки жизни человека это тема памяти. Ей будет посвящено отдельное повествование с рядом красочных примеров. Сейчас лишь заметим, что ни иудейские, ни христианские комментаторы не соглашаются с прямым смыслом данного отрывка. Классик иудейской мысли Раши настаивает, что здесь переносный смысл, да он не может допустить общую участь праведного мудреца и грешного глупца. С ним солидарен святитель Григорий Низский. Он говорит «Мудрый же никогда не имеет одинакового конца с глупым». Второй фрагмент посвящен пути деятельному, трудам Соломона, в которых он преуспел так же, как и в пути постижения созерцательного. «И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа. И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. И кто знает, мудрый ли будет он, или глупый, а он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился, и которым показал себя мудрым под солнцем. И это суета». Вот она проблема всякого интеллектуала, достаточно конкретно описанная Соломоном. Это неумение пребывать в сей час. Описанные несколькими стихами ранее глаза в голове мудреца так и тянутся заглянуть за горизонт, увидеть, что будет дальше нынешнего момента наслаждения, что будет после нынешней радости и покоя. С одной стороны, это благой навык, позволяющий мудрому человеку не прельститься сиюминутной притягательностью греха. Именно умение абстрагироваться от сейчас предлагаемого удовольствия и увидеть его поле последствий и позволяет мудрецу оставаться на пути праведности. Но вторая сторона медали – это неумение насладиться не только негреховным благом, но и отравление его размышлениями о конечности всякого блага, его обесцененность грядущим страданиям и смертью. Иудейские комментаторы говорят здесь о пророческом видении Соломона, который не абстрактно рассуждает о том, кто будет после него, но говорит о конкретном положении дел, в котором окажется его страна. Все его многочисленные труды при его сыне Равааме. Напомним, именно сын Соломона, мудрейшего и тончайшего политика, сумевшего не военными компаниями, а силой дипломатии и экономики вывести Израиль на до того немыслимую величину, обрушит все отцовские достижения в момент времени. Книги царств повествуют, что глупое поведение Раваама, не пожелавшего прислушаться к советникам отца, а нашедшему совету своих смертников, разрушил единое царство на северный Израиль и на маленькую южную Иудею, оставшуюся верной дому Давида. Но не только это, но и множественное отпадение выдало поклонство буйным цветом, разцветшее в обеих царствах, также повергло Соломона в отчаяние, отчего он и восклицает «Возненавидел я жизнь» и «Возненавидел я все, над чем трудился под солнцем». Все это суета, то есть не приносит в итоге того плода, ради которого насаждалась. Государственная мощь оказывается столь призрачной, что один глупец, встав у руля, способен превратить ее в гевель, в туман. «И обратился я, чтобы внушить сердцу моему отречься от всего труда, которым я трудился под солнцем, потому что иной человек трудится мудро, с знанием и успехом и должен отдать все человеку, не трудившемуся в том, как бы часть его, и эта суета и зло великое. Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что он трудится под солнцем? Потому что все дни его скорби и его труды беспокойства, даже ночью сердце его не знает покоя, и эта суета. Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить и наслаждать душу свою от труда своего. Я увидел, что и это от руки Божьей, потому что кто может есть и кто может наслаждаться без него? Ибо человеку, который добр перед лицом его, он дает мудрость и знание и радость, а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму перед лицом Божьим. И это суета и томление духа. Соломон принимает решение абстрагироваться от всех своих результатов. Отречься от них объективно он не мог просто потому, что являясь царем, не мог бы покинуть своего трона. Ну да, до примера императора Андиоклетиана остается еще более тысячи лет. Хотя стоит заметить, еврейская экзогеза, богатая крайне своеобразным мифологическим материалом, утверждает, что Соломон в свое время не соблюл технику безопасности в общении с князем демонов Асмодеем и потому был заброшен им в далекие земли, где долгие годы питался подаянием. Что якобы именно эти обстоятельства и навели его в итоге на мысли, изложенные в Экклезиасте. Почему, собственно, в начале книги он говорит о себе в прошедшем времени «Я был царем в Иерусалиме». То есть, как бы на момент ее написания он мог им уже и не являться. Но, повторюсь, это не более чем одно из иудейских преданий. Экклезиаст не поборник традиционной мудрости и линейных схем. В последующем главах мы рассмотрим это на ряде отрывков, указывающих на наличие прямого конфликта и прямого противопоставления позиции автора Экклезиаста и автора книги Притч. Но в данных стихах, говоря о трудах, которые предпринимает человек, Соломон все-таки пытается дать осмысление возможному богатству грешника и скудости праведника. Грешник не сможет в полноте насладиться полученным. Суета сопровождает процесс накопления, а страх потерять время использования накопленного. Таким образом, приложив много усилий к приобретению богатств, грешник, как минимум в теории, не вкусит от них плода, а получит этот плод добродетельный праведник. Но эта мысль относится к тому типу текстов, относительно которых автор может на полях оставить ремарку «самому смешно», так как все последующие главы книги это жесткий вопрос о наличествующем благоденстве и злодеев и безутешности праведных. И заметим, никогда более автор не вернется к этому удобному тезису, с которым не согласен и другой известнейший правдоискатель Ветхого Завета Иов. Иов говорит, «Почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепки? Дети их с ними перед лицом их, и внуки перед глазами их?» Предвидя хороший, правильный и теологически безопасный ответ, он вскрикивает, «Скажешь, Бог бережет для детей его несчастье его? Так пусть воздаст он ему самому, чтобы он это знал. Пусть его глаза увидят несчастье его, и пусть он сам пьет от гнева вседержителя. Ибо какая ему забота до дома своего после него, когда число месяцев его кончится?» 21 глава книги Иова. Эта тема своеобразно преломится в Новом Завете, где в одной из притч не успевшего вкусить от своих богатств, приобретенных в общем-то абсолютно праведным трудом. Это 12 глава Евангелия от Луки. Там он закончит свою мысль словами, «Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». И эти слова вполне применимы и к рассматриваемому нами ветхозаветному тексту. Кстати, несколькими стихами выше мы видели с вами обратный пример, когда собранное праведником в итоге достается нечестивцу. В чем нет недостатков в этом памятнике, так это в обращении к импирике. Также здесь звучит и регулярно всплывающая в Писании тема про «Есть и пить», то есть тема простого наслаждения земными благами. Она так проста и линейна, что мудрецы Талмуда приняли решение во всяком упоминании в экклезиасти еды видеть указание на вкушение мудрости от изучения Тора. Мысль о том, что получение радости от плодов своих трудов, в чем автор отказал богатому грешнику и есть настоящая радость человека на земле, появится в тексте несколько раз. Но лишь здесь Соломон указывает, что это возможно также не исключительно благодаря чьей-то успешности, а благодаря воле божества. То есть вышесказанное не просто лучший удел, а вариант награды, неспосылаемый от Творца. Продолжение следует...